Всем привет! Сегодня я хочу показать вам все свои котлейки. Я собрала на столе те котлеи, которые у меня живут и сейчас потихонечку расскажу немножко о них. Первая котлейка это недавно пересаженная котлея. Я ее пересаживала на канале. Вот ее название. Памела Финей. Она нормально приняла пересадку, все с ней хорошо. Пришла с маленьким ростиком и вот этот вот ростик она у меня уже дорастила. Ничего не затормозила. Вот такая корневая система. Немножко уже все заросло мухом и водорослями, но это мне не страшит, все в порядке. Сейчас она жарко и на дне я оставляю немножко водички, потому что они очень быстро просыхают. Такие вот бульбочки у нее. При пересадке этой котлеи случайно отломался маленький ростик. Я не стала его выбрасывать. Ростик был с корнями. Ростик был в виде одной бульбочки. Ну я читала, что с одной бульбы растение не сможет вырасти, но я оставила на всякий случай, потому что жалко было выбрасывать. Он был такой плотненький, хорошенький, пузатенький и оставила. Вот он у меня просидел, когда я пересаживала в начале весны, наверное. Вот этот ростик. Он сидел без изменений. Я его только что полила. вот корешки такие. Вроде ничего не сгнило. Маленький такой стаканчик. Сидел-сидел и сегодня я подошла, чтобы его полить. И посмотрите, что я увидела. Вы видите, вот два маленьких ростика. Хотя я сейчас у нас очень жарко и я буквально каждые два дня через день поливаю такие маленькие горшочки, потому что пересыхает все в сухарь. Вот и мне приходится часто поливать. Вот даже тут листик такой сморщенный стал. Но очень я удивилась. Я думала, что она уже ничего не даст. Сидела она долго без движений и сегодня я обнаружила два таких маленьких ростика, чему я очень рада. Буду их беречь, растить. Все-таки интересно. Видите, получается, могут они вырасти с одной бульбочкой. Но здесь были корешки, поэтому, наверное, и так получилось. Аж два ростика дала. Такие хорошенькие. Вот у меня две теперь панелы Финей. Следующая орхидейка. Вот такой огромный куст уже котлея. Она у меня не цвела, не цветет. Я не знаю. Покупала я ее два года назад. Вот ее имя. Ринхолелия котлея. Гольф Грин Хэйр Пик. Зеленая свинка. Пушистая. Ну или волосатая, как ее называют. Она мне тут нарастила ну безумное количество просто ростов. Я уже сбилась со счета. Она растет в разные стороны. Вот этот молодой рост. С него, я не знаю, в двух направлениях растет котлея. Уже перерастает горшок. С каждого роста практически идут маленькие бульбочки. Вот посмотрите, какая она лошадь. Цвести она не хочет. В прошлом году, в августе, она дала чехол с одного роста. Вот этот чехольчик. Ну вот он с августа стоит и ничего не происходит. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы она зацвела. Этот рост последний, крайний, молодой. На нем нет никаких чехлов. Он просто раскрылся, листик. Плохо видно. Я их тут позагибала, чтобы они в разные стороны не торчали у меня. Но нету никаких чехлов, никаких бутонов. Ничего я не вижу цветов. Очень хочу посмотреть на ее цветение. Она такая красивая, пушистенькая и зелененькая, как я люблю. Я люблю зеленые, желтые орхидеи очень. В фаленовсицах мне почему-то не любят меня желтые орхидеи. У меня желтые орхидеи погибают постоянно. Я не знаю, почему. Что-то не получается у меня с ними. Посадила я ее в закрытую систему. Это кашпо. Вот тут уже полно корней оплела. Дырочек нет, но поливаю я ее полным заливом и сливом водички. Сейчас лето и на дне кашпо я, та вода, которая стекает после полива, оставляю воду, потому что у нас жарко. И даже такая лошадь в таком кашпо большом просыхает за день, за два. И мне приходится их часто поливать. Так хотя бы дня четыре-пять они стоят. Вот сейчас ветра у нас сухие, очень жарко, 35 градусов. Она стоит на восточном окне, не притененная вообще никак. Стоит за стеклом, растет. Все с ней в порядке, но свести она не хочет. Очень жду ее цветения. Очень интересно на нее посмотреть. Давайте по маленьким пройдемся котлейкам. Эту котлейку я тоже недавно приобрела. Весной этой. Она сначала сидела в кокосе. Прямо там было кокосовое волокно и кокосом полностью оплетены корни. Она у меня сидела так. Или осенью я ее приобрела. Я уже даже не помню. Я вообще запоминаю даты. Надо записывать, конечно, чтобы понимать, сколько она у меня растет. Весной, наверное, я ее пересадила. Да, я ее, наверное, осенью купила, а весной пересадила ее в этот горшочек. Вот она у меня тоже тут нарастила корешков хорошо. Сажала вот на дно керамзит, положила плагрон. И небольшой коры, небольшой фракции археату я положила. Сверху мох. И она хорошо развивается. Вырастила у меня вот эту бульбочку. Вот это растет. И с этой стороны тоже вот эту бульбочку вырастила. И вот еще один ростик растет. Но она еще маленькая. Поэтому, я думаю, цветение не скоро ждать. Вот название. Она такая радужная, красивая. Amazing Thailand. Очень мне понравилось ее цветение. Но растюшки были только в маленьком размере. 1,7. Вот такая хорошенькая. Вот следующая котлейка. Это Сиан Жаде Ава Эпикотлея. Тоже я купила ее в размере 1,7. Она была вообще очень крошечной. Вот эти вот. Вот такой вот я ее купила. Вот эти два роста уже у меня выросли. А вот такой я ее купила крошечная. Такая маленькая была. Ростики уже длинные идут. Вот. Вчера я ее замочила, полила и забыла на 4 часа на балконе в воде. Уже ночью, когда вышла на балкон, я вспомнила, что она у меня стоит в воде. И быстренько ее убрала из воды. Ну, не знаю, вроде. Будем надеяться, что все с ней будет хорошо. Вот этот ростик у меня вырос. И я ему обломала, случайно задев, когда ее доставала для полива. Вот тут вот. Черная это отломанный второй листик. Ну, она выросила мне еще одну бульбочку. И вот здесь вот между листиков что-то растет. Не знаю конкретно, что это. Я не знаю, она очень маленькая. Разве котлеи могут в таком размере цвести. Будем наблюдать. Очень интересно. И вот она у меня тоже пробуждает ростики новые. Вот один ростик. Вот ростик. И вот что-то тоже такое похожее на ростик. Она очень красивая. Мне давно ее хотелось купить. У нее зеленые листики такие. Ой, лепестки зеленые посередине, белоснежная губа. Лепестки у нее такие лаковые. Очень красивые. Она плотненькая такая и очень яркая. Буду ждать с нетерпением ее цветения. Очень надеюсь, что это или чехол, или бутончики. Я не знаю. Но в таком размере очень удивительно. Так, это вот ставим. Так, следующая котлейка. Ой, она у меня тут тоже водичку я оставляю в горшочке. Капать будет сейчас. Вчера полила. Это у нас Хо Ян Голд. Патинара. По-моему, она должна быть оранжевая, если я не ошибаюсь. Я не помню конкретно у нее цветы какие. Ну, такая вот тоже небольшая. В прошлом году я ее купила и сразу пересадила в такое кашпо. Горшок непрозрачный. Он керамический. Посадила ее в кору крупную. Уголь, по-моему. И все, наверное. Ну, может там серамист был. Мог чуть-чуть. Она у меня вырастила. Вот этот ростик недоразвитый, маленький. Потом вот эту бульбочку вырастила. И вот эту. И на этой бульбе, по-моему, тоже чехол лезет, если я не ошибаюсь. Ну, тут такое вот что-то пузатенькое. Как бы так показать. Не видно. Ну, вот она, такой пузатенький какой-то чехольчик. Тоже интересно ее цветение. Вообще, с котлеями я... Котлеями недавно заболела. В прошлом году у меня начался бум. Я начала покупать все подряд. Ну, не все подряд конкретно, а то, что мне нравится. Мне насмотрелось блогеров, у которых цветут котлеи. И мне захотелось тоже иметь таких красавиц. С их огромными яркими цветами. Ну, вот и у меня появились котлейки. Будем ждать цветения. Этот горшок, кстати, просыхает за сутки. Вот я ставлю его и поливаю. И на следующий день, ближе к вечеру, он полностью сухой. Она превращается в сухарь. Поэтому я и решила оставлять тоже воду на дне. Потому что, чтобы оно так не пересыхало. Следующая... Так, сейчас я поставлю эту назад. Эту котлею я купила зимой. Это обычная... Из обычного голландского микса. Она была цветущая. И... Миксовое ее название было Эсмеральда. Но цветочки у нее были похожи на котлею Эмеральд Грим. По-моему, она так называется. Вот она мне тоже вырастила два ростика. Вот этот. И вот этот длинный. И на этом уже вот тоже чехольчик растет. Ну, не знаю, зацветет, не зацветет. То, что растет чехол, это не показание того, что котлея будет цвести. Ну, посмотрим, захочет цвести. Вроде гибридные котлеи голландские, они более сговорчивые. Они взрослые. У нее вот такое количество бульбочек. Хотя вот растет новый рост. Ну, не знаю. Говорят, что если рост новый растет, то цвести она не будет. Ну, я бы так не сказала. Потому что у меня есть одна котлея, которая все-таки зацвела. Я смогла ее зацвести. И она и цветет, и росты растит. И эти ростики маленькие никак не мешают наращивать бутончики и цветочки. Тоже посадила ее в непрозрачный керамический горшочек. И тоже сейчас оставляю на дне водичку. Потому что жарко, все пересыхает. Такая тоже уже пушистенькая. Пора бы ей уже и зацвести. Ну, я думаю, что она подговорчивая. У них такие интересные листики все деревянные. Прям штучишь по ним. Они как дерево. Такие плотные, плотные. Вообще, как пластмассовые. Интересные очень. И эту котлею я тоже пересаживала на канале. Тоже получала ее, кажется, зимой. Вот название. Она уже прилипла, не вытаскивается. Сан Ягрин. Наверное, тоже зеленая. Не знаю. Видимо, у меня тогда был бум на желто-зеленые котлейки. И я набрала себе солнышек. Зимой, видимо, не хватало мне солнышка. Поэтому я набрала таких ярких котлеек. Сажала я ее в такое большое кашпо. Огромное. Она пришла с не очень хорошими листочками. Два листочка отвалились. Но вот эти вот черные пятна так и остались. Оно вроде не желтеет и не отпадает. На двух бульбочках, на каких-то я не помню уже оно отпало. Вот это, наверное, бульба. И вот это. Листики поотпадали. А эти так стоят дальше. Вот такой прирост корней. Я считаю, что отлично просто. Тоже, как вы видите, водичку оставляю на дне чуть-чуть. Чтобы испарения были ступее, было не так сухо. И вот эти плохие корешки я с ними сажала. А это все уже новое наросло. И она растет в двух направлениях тоже. Вот один рост новый. Она очень медленно растет. Это один маленький, молодой рост. И вот еще один. Такая здоровая тетя лошадь. Наверное, уже была, не знаю, цвела, не цвела. Тут непонятно. Да, она цвела. Вот, видимо, тут был чехол. Ой, вот он отвалился. Ну, будем надеяться, что она и у меня зацветет. Очень горшок тяжелый такой, но огромный. Ну, и напоследок моя старушка, моя самая первая котлейка. Тоже голландская обычно. Я ее показывала совсем недавно. Было видео про ее цветение. Вот она еще до сих пор цветет. Пахнет. Приятно очень. Ну, тут нечего рассказывать. Я уже рассказывала о ней. Тоже закрытая система. Поливаю заливом, сливом и оставляю летом чуть-чуть водички. Зимой я воду не оставляю. Или, когда, допустим, прохладно даже летом, я тоже водичку не оставляю. Она нормально просыхает. Капельки вот на лепесточках красивые. Вот такое у меня котлейное царство. В общем, не одними фаленопсисами, как говорят, мы живем. Будем ждать цветения. Мне недавно написали, что котлеи могут цвести 2-3 месяца. Раньше я читала, что они цветут не больше месяца. И что у меня это котлея в прошлом году с ноября по декабрь. С 1 ноября по 1 декабря цвела. Мне написали, что это очень мало для котлеи. Ну, я не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы они по 2-3 месяца цвели. Ну, посмотрим. Я считала, что они от 2 недель до месяца цветут, не больше. Поэтому, может, вы подскажете, правда это или не правда. Может быть, это зависит от структуры лепестков. Те, которые поплотнее, они, наверное, подольше цветут. А те, которые такие вот, как бумажка, такие нежные, шелковые, тоненькие. Наверное, они цветут мало. Ну, я посмотрю, сколько этот цветет котлейка. Она распустилась в конце мая. Пока цветет. Вот, рассказала, показала вам. Спасибо всем за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok